Возможно, вот эти отравляющие вещества так быстро подействовали на организм господина Епарова. Возможно, у него чрезвычайно интенсивный метаболизм. Неким экспромтом самого Хабирова была заготовка его консультантов, его референтов. Тогда им я сообщаю, что это серьезное правонарушение, это очень социально опасное явление. За такие вещи чиновники должны отвечать в тюрьму. И предложил Муртазику Байдуловичу грандиозно и с помпой отметить его 85-летие. Хулиганских, на мой взгляд, выходок господина Мурзагулова и его команды в отношении и Татарстана, и президента Татарстана. Так вот, на это заседание, вопреки правилам и устоявшимся нормам, господин Фаражев прибыл не один, а в сопровождении, как мне сообщили в Рескоме КПРФ, боевиков. А также он получает вот эти немыслимые гонорары через систему договоров, которые налажены между уже Хакировского района и ООО «Эксперт». В комментариях к предыдущим выпускам нашей программы прозвучало несколько просьб разбавить страшное содержание чем-нибудь веселым, позитивным, поискать позитив в нашей жизни. Некоторые наши зрители, подписчики вопрошали, что неужели ничего хорошего не осталось. Безусловно, много хорошего осталось и радостного, и светлого, и веселого, но наша передача и наш канал не об этом. Тем не менее, я попытаюсь сегодня сделать веселый выпуск, и, будучи не очень хорошим клоуном, я буду веселить вас при помощи других клоунов. Ну, безусловно, главным клоуном прошедшей недели был первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Рафаэль Епаров, который, отправившись в Сибай, заявил, цитирую дословно, что в Сибае дышится легче, чем в Уфе, как будто на курорт попал. После этого господин Епаров в условиях 14-кратного превышения ПДК начал шутить о том, что это сероводородный курорт и так далее, и так далее. Я не знаю, возможно, вот эти отравляющие вещества так быстро подействовали на организм господина Епарова, возможно, у него чрезвычайно интенсивный метаболизм, и он очень быстро усвоил все эти вещества, а именно двуокисеры, и в определенном смысле сместилось его сознание. Иными причинами трудно объяснить подобные высказывания, хотя, конечно, некоторые жители Сибае отнесли это к откровенному издевательству и углумлению. Примечательно, что министр Максим Забелин очень здраво среагировал на эту выходку своего подчиненного. Он как-то так очень взвешенно и спокойно отметил, что это, дескать, личное мнение вот этого товарища, ну и что я могу с этим поделать. Безусловно, конечно, наверное, что-то надо делать с Епаровым. Напомню, что это тот самый Епаров, который не задался на посту министра здравоохранения и пробыл на нем там буквально считанные десятки дней. Это тот самый Епаров, душевная подруга которого практически подмяла под себя все закупки лекарственных средств в республике Башкортостан и чуть было не привела снабжение медикаментами в республике к краху. Это тот самый Епаров, который не смог толком купить автомобили скорой помощи и полностью провалил эту историю в конце 2018 года. И это тот самый Епаров, который все еще является первым заместителем министра здравоохранения республики Башкортостан. Я полагаю, что господин Забилин в ближайшее время, наверное, исправит эту ситуацию. По-моему, в ноябре 2018 года у Хабирова случился конфликт с ГИБДД, или, по крайней мере, появились какие-то претензии. И все мы помним это громкое заявление и рекомендацию господину Гельмудинову отправиться за угол и застрелиться как офицеру. Много было на эту тему шуток, прибауток, и до сих пор это вспоминается. Так вот, я, пожалуй, подхвачу эту тему, но только в иной адрес. Я рекомендовал бы референтам, консультантам и прочим, кто пишет речи и выступления господину Хабирову, даже не будучи офицерами, выбежать за угол Белого дома и там застрелиться. В противном случае, наверное, Радих Фаритович все-таки кого-нибудь из вас точно шлепнет перед строем. И вот о чем идет речь. На заседании по инвестициям, с которыми у нас все действительно очень плохо, Хабиров обратил свое внимание на проект восточного выезда. Это очень спорный, очень сложный проект, насколько всем известно. И внезапно Радих Фаритович высказался дословно вот так. Так, Качкаев в свое время придумал, имел в виду этот тоннель, не дорыл, нам оставил и убежал в депутаты. Ну, давайте по порядку. Если эта фраза, это выступление не было неким экспромтом самого Хабирова, а была заготовка его консультантов и его референтов, тогда и им я сообщаю, что ничего Качкаев не придумывал. Люди глубоко не в теме. Те, кто готовил этот текст для Хабирова, напоминаю, начало работ и строительства восточного выезда и тоннеля, 1995 год. Для тех, кто не знает истории родного края и истории города Уфы, напомню хронологию. С 1995 по 2000 год мэром Уфы был господин Емалдинов. Более того, с 2000 по 2003 год мэром Уфы был господин Нугуманов. И только в 2003 году, Радих Фаритович, мэром Уфы стал Павел Рюрикович Качкаев. К этому времени восточному выезду и тоннелю было уже 8 лет. На тему того, сбежал или не сбежал Качкаев в Госдуму депутатом, вы, наверное, полистайте методички «Единая Россия», где определяется и обозначается, что такое избираемость, что такое выбор народа и кем является депутат Государственной Думы. Избежал ли он туда или выбран народом, это уж вы со своими партийными товарищами сами определитесь. В общем, конечно, позор позорный. И вот на фоне вот этих вот всех высказываний чиновников в соцсетях, вот этих вот ляпов с датами и попытками обвинить своих предшественников во всех своих собственных проблемах. Тут вот проглядывается действительно тенденция, она, в общем-то, древняя, она реликтовая российская тенденция. Каждый пришедший к власти начинает обвинять своих предшественников. И, что замечательно и примечательно, что Хабиров обвиняет даже не Хамитова, а всего лишь Качкаева. Разобрав то, что Качкаев, ну, по факту здесь действительно ни при чем, надо все-таки обратить внимание, что, наверное, надо обрывать вот эту цепочку, эту традицию, во всем делать виноватых своих предшественников. Я уверяю, Радий Фаридович, Качкаев не виноват в том, что вы не можете добыть денег на завершение восточного выезда. Качкаев не виноват в том, что вам нужно 30 миллиардов на достраивание восточного выезда, а дают всего полтора, и то со скрипом, и то вряд ли. И, в принципе, наверное, надо забить на этот восточный выезд и заняться более насущными вещами, потому что исследования многих научных институтов говорят о том, что проект восточного выезда абсолютно не нужен Уфе. Это ошибка, совершенная в 95-м году, про которую надо потихонечку забывать и заниматься более насущными вещами. Господа, надо понимать, что то, что вас всех насильно выгнали в соцсети, приказали завести аккаунты и указали дежурить в этих аккаунтах, это еще не значит, что ваше действие в соцсетях, ваше там присутствие является эффективным и безопасным. Безопасным не только для вас, но и для населения, для людей, на которых вы как будто бы трудитесь. В соцсетях нужно уметь себя вести, в соцсетях нужно понимать, что вы делаете, а самое главное, зачем вы это делаете. К сожалению, у подавляющего большинства чиновников высокого, среднего и низкого уровня этого понимания совсем нет. Они от страха зарегистрировали свои аккаунты и зачастую не знают, что делать. А когда человек не знает, что делать, он, как правило, делает глупости. Не могу обойти стороной тему Сибая. Я уже говорил о том, что эта тема будет долгой, постоянной. И вот что там случилось за истекшую неделю. Помимо того, что со сменой ветра ПДК в городе опять достиг 14-кратного размера, буквально вчера, помимо этого случилось очень важное событие. прокуратура Сибая подала в суд на администрацию города и на ГОК за преступное бездействие и с целью выявления ущерба и привлечения к ответственности виновных. Тут есть два аспекта очень важных. И начнем по порядку. Первое – это город, администрация города, господин Авзалов и Ижи с ним. На мой взгляд, здесь для следственных органов, для прокуратуры, для суда, в принципе, все очень просто. Для того, чтобы доказать вину господина Авзалова лично и его команда, и его администрация, достаточно аргументированно доказать, что в определенные дни, а именно в ноябре и декабре, господин Авзалов обладал достоверной информацией о превышении предельно допустимой концентрации двуокиси серы в атмосфере города. Доказав вот этот факт, уже готовое сформированное обвинение в том, что господин Авзалов преступно бездействовал или скрывал сведения об отравлении атмосферы от населения, тем самым повлек уже свершившийся вред жизни и здоровью населения 60-тысячного города Сибая. С этим все очень просто. На мой взгляд, это действительно деяние, которое достойно уголовного преследования. На мой взгляд, господин Авзалов должен получить реальный уголовный срок, потому что нанесение ущерба, коллективного ущерба 60-ти тысячам человек, это серьезное правонарушение, это очень социально опасное явление. За такие вещи чиновники должны отвечать тюрьмой. Далее. То, что касается ГОКа. Вот здесь все несколько сложнее. Конечно, с одной стороны, объект, который вызвал вот эту техногенную катастрофу в городе Сибай, я имею в виду сам карьер, это зона ответственности ГОКа. И то, что там и случилось, вроде как находится в зоне ответственности УГМК. Но тут нужно смотреть значительно глубже. В последнюю неделю я получил несколько писем от сотрудников УГМК и жителей города Сибая. Кроме того, мы получили видео. Я сейчас буду очень осторожен в формулировках и буду везде вставлять слово «предположительно». Так вот, согласно этим данным, предположительно, горение руд, содержащих серу, и выделение вот этих опасного количества двоокси серы, началось вовсе не в ноябре. Началось оно по мнению наших корреспондентов, наших адресатов, которые прислали нам вот эти видео и письма. По мнению этих людей, горение началось чуть ли не год назад, но в августе 2018 года уже точно было. И горение этих руд происходило в шахтах, а не на бортах карьеры, как говорится сейчас. Более того, даже есть данные и есть мнение о том, что предположительно, когда задымление шахт стало серьезным, у УГМК была предпринята попытка продуть объемы шахт через так называемые вентиляционные шахты. Ну, тем самым, сами понимаете, обеспечился доступ кислорода к зонам горения, только усилилось. И вот то, что сейчас происходит, та поспешность, с которой УГМК согласилась не эвакуировать достаточно дорогостоящие оборудования из шахт, а там действительно очень дорогое, очень сложное оборудование, я имею в виду его объем, количество, это не три копейки. И УГМК решительно соглашаются все это затопить и с этим всем попрощаться. Все вот эта поспешность говорит о том, что им есть что скрывать. Предположительно, они пытаются скрыть то, что очагом возгорания были шахты, и то, что естественно, естественно подтвердит злонамеренность в сокрытии вот этой ситуации и фактически участие самого УГМК в разжигании вот этих вот очагов возгорания. Еще раз повторю, я не утверждаю, что это так, но подобная информация уже несколько раз нам пришла. Вот пришло это видео, которое мы вам показываем. Это видео якобы снято внутри шахты во время горения еще летом 2018 года. Вот на эти вещи, конечно, нужно обратить внимание и прокуратуре, и следственным органам, и суду в процессе разбирательства вот с этим иском от Сибайской прокуратуры, потому что, во-первых, ну, это, безусловно, критерии поиска виновных, а во-вторых, это, естественно, ну, урок на будущее. То есть, если подобные вещи не пресекать сейчас, то они время от времени будут повторяться в будущем. В общем, конечно, в Сибае есть о чем подумать и есть в чем покопаться следственным органам. Несмотря на то, что Хабиров и его окружение всячески отрицают причастность их действий к избирательной кампании и выборам с сентября 2019 года, однако все очевиднее становится, что практически все действия Хабирова и его окружение сейчас заточены на именно эти выборы. И на прошедшую неделю было два события, которые очень ярко иллюстрируют этот тезис. Хабиров, привычно разбив население и электорат на крупные группы и этнические составляющие, начал, условно говоря, окучивать лидеров общественных мнений в соответствии с этими этническими разделениями. Он встретился с Муртазой Рахимовым как безусловным лидером, идейным лидером и символической фигурой для башкир в Башкортостане и предложил Муртазику Байдуловичу грандиозно и с помпой отметить его 85-летие. Я уже много раз говорил, и не только я, о том, что тот конфликт, который случился с Хабировым и Рахимовым в конце этапа карьеры Хабирова, конечно, не мог бы остаться бесследным сейчас. Конечно, отголоски этой, ну, если не трагедии, то драмы точно сейчас присутствуют и в сознании, и в умах команды Хабирова и самого Хабирова. И вот это вот лицемерие, с которым он охаживает первого президента Республики Башкортостан Муртазу Губайдуловича Рахимова, конечно, не может не вызывать удивления. Тем не менее, Хабиров набрался сил, встретился с Рахимовым и предложил ему грандиозно отметить 85-летие в каком-нибудь дворце культуры с танцами и плясками и так далее. К моему великому удивлению Муртаза Губайдулович отказался. Проявив чрезвычайное здравомыслие и сумев преодолеть в общем-то, ну, присущее возрасту и положению честолюбия, первый президент Республики Башкортостан сообщил Радио Хабирову, что в Республике и у него лично существует много других проблем, которыми надо заняться в первую очередь, о песне, пляске и торжества по поводу 85-летия подождут. В общем, конечно, обломался Радио Фаридович в этом смысле и ответ Рахимова, конечно, наводит на мысли о том, что у Хабирова будут большие проблемы с сегментом башкирских избирателей и не только потому, что его фактически не поддержал Рахимов, а еще и потому, что Хабиров ведет достаточно деструктивную политику в отношении национальных организаций. Напомню, что идет широкомасштабный и системный прессинг на башкирскую общественную организацию Башкорт, идет некая селекция сепарирования башкирских организаций на подконтрольные и неподконтрольные с соответственным отношением к тем и другим. В общем, конечно, этот заход не удался. Второй акцией по подготовке к выборам в части приготовления национальных единиц стал приезд в Башкортостан господина Сафина. Особенно комично смотрелось вот это братание Сафина Хабирова и всевозможные понигрики обоюдные этих двух товарищей. Особенно комично это смотрелось на фоне воспоминаний о том, как господин Сафин во время избирательной кампании, в которой он участвовал в Башкортостане в начале 2000-х годов, потрясает обгоревшими бюллетнями, рассказывая о том, как его оппонент господин Хабиров якобы изготавливает фальшивые бюллетни для голосования на какой-то подпольной типографии, которую активисты нашли, обезвредили, вызвали полицию, а потом она загадочным образом загорелась. Все мы помним эту историю, и вот теперь тот же самый Сафин с тем же самым Хабировым братаются, рассказывают о том, какой великий сын башкирского народа оказывается татарин Сафин, и так далее, и так далее. Безусловно, привоз Сафина и его дочки Алсу в Башкортостан сейчас, это попытка со стороны Хабирова и его команды сагитировать татарскую общественность, впоследствии в сентябре голосовать за него, попытка создания некой благостности в отношениях между татарскими и башкирскими народами на территории Башкортостана, безусловно, по сути, конечно, это стремление позитивное, но на фоне вот тех вот оскорбительных и совершенно хулиганских, на мой взгляд, выходок господина Мурзагулова и его команды в отношении и Татарстана, и президента Татарстана, выглядит это, конечно, несвоевременным, поспешным, и, на мой взгляд, особого успеха иметь не будет. Да и сам Сафин, конечно, уже перестал быть давно каким-то знаменем татарского народа, я думаю, что стоило бы подобрать более качественные авторитеты, которые могли бы повлиять на выбор татарской диаспоры в республике Башкортостан, а диаспора это действительно очень большая, по моим подсчетам это порядка 800 тысяч избирателей, около миллиона человек, если включать туда людей, не имеющих права голосования, я имею в виду по возрасту, это действительно большая сила и, на самом деле, большая проблема для избирательной компании Хабирова. И снова к комическому и веселому. Безусловно, лидером поставщиков комических, веселых и абсурдных историй в политическом пространстве республики Башкортостан является Коммунистическая партия Российской Федерации, а вернее ее башкирское отделение. Так вот, 31 января в помещении республиканского комитета КПРФ опять случилась если не драка, то потасовка, конфликт и разборки. Поводом для этой смешной истории случилось вот что. Как уже давно известно, внутри КПРФ сформировалось два лагеря противоборствующих и конфликтующих между собой. Это лагерь господина Кутлугужина, нынешнего председателя республиканского комитета партии, и лагеря господина Хафизова, который на мой взгляд по непонятным причинам претендует на какую-то значимую позицию внутри партии и предпринимает всевозможные попытки атаки на господина Кутлугужина. Господин Хафизов не одинок, у него есть некая команда, и вот 31 января было назначено заседание республиканского комитета партии в составе 9 человек, на котором рассматривалось в том числе и вопрос исключения из партии некого господина Фаражева Рустама по причине нарушения уставных норм. В общем, претензий господина Фаражева было достаточно много. Он якобы, а может быть и так действительно было, создал некую фракцию в одном из районных отделений партии, пытался бунтовать против начальства АВКПРФ это недопустимо по уставу, ну и так далее, и так далее. В общем, были претензии к этому господину Фаражеву. Де Юра является рядовым членом партии, и, видимо, его поведение уже зашло так далеко, что республиканский комитет решил исключить его из партии. Господин Фаражев является сторонником, последователем и соратником господина Хафизова, и его действия внутри районной организации, безусловно, были согласованы с господином Хафизовым. Так вот, на это заседание вопреки правилам и устоявшимся нормам господин Фаражев прибыл не один, а в сопровождении, как мне сообщили в Рескоме КПРФ, боевиков, условно говоря, группы поддержки. Двое молодых людей крепкого телосложения прибыли вместе с ним на заседание, потребовали права присутствовать на этом заседании. Оба они члены партии, но рядовые члены, что не дает им права присутствовать на подобных совещаниях. Прибыли они с видеокамерами, начали снимать, ну, дальше начал развиваться конфликт. Господин Кутлугурин сначала на словах потребовал прекратить видеосъемку и удалить из помещения посторонних, потом началась какая-то в мягкой форме потасовка и попытка вывести на улицу этих бойцов. Один из них господин Собуров предпринял попытки сопротивляться, толкаться и так далее. В общем, их переместили в коридор, а потом на улицу. В процессе чего господину Собурову показалось, что ему вывихнули одну из конечностей. В общем, все это закончилось шумом, гамом, вызовом полиции, составлением встречных исков друг на друга, я имею в виду претензии по поводу каких-то телесных повреждений и так далее. Полиция покорно приехала, зафиксировала все эти события, но, насколько мне известно, из рапортов, которые подали сотрудники полиции, выезжавшие на это событие, на это происшествие, следует, что повода для возбуждения ни уголовных, ни административных дел они не обнаружили, и дальнейшего хода делу дано не будет. Ну, что, собственно, наверное, и правильно. Важно другое. Важно то, что сейчас в Республиканском комитете Коммунистической партии и вообще в Компартии ВРБ сложилась какая-то абсолютно нездоровая ситуация. Все мы помним вот этот скандал между Хафизовым и Яном Двинским. Вот это безобразное видео, где пьяный Хафизов и пьяный Двинский, возможно, пьян был из них кто-то один, бьют там друг друга по лицу, мат-перемат, какие-то претензии по поводу жены или любовниц. Я так и не понял, кто кому кем является на самом деле. И, в общем, вся вот эта цепочка этих историй, она продолжается и продолжается. Постоянно в центре всех этих историй господин Хафизов и господин Кутлугужин. Но лично у меня с точки зрения политического порядка и политического процесса претензии господина Кутлугужина вот какого плана. Судя по всему, юнир Кутлугужин за 4,5 года не смог наладить нормальной работы в отделении партии. Партию сотрясают скандалы, которые вызывают внимание даже не руководители и не члены партии иногда, а вообще посторонние люди. То есть, например, тот же самый Чувилин, который там, ну, заметная фигура сейчас внутри этого процесса, он не член КПРФ, при этом он депутат госсобрания от КПРФ, но он не член партии. И он является таким существенным фигурантом всех этих скандалов. Тот же Ян Двинский, кто такой Ян Двинский, какой-то там заштатный активист, Хафизов, появившийся вот буквально недавно. Но все эти люди оказывают существенное влияние на жизнь партии. Это говорит, конечно, о качестве управления, это говорит о том, что Юнир Кутлугужин не в состоянии справиться с процессами и с какими-то вот этими раздражителями внешними. Это говорит о том, что за четыре с половиной года человек не набрался опыта. Ну, наверное, пора делать выводы, что он его не наберется никогда. И в завершение сегодняшней программы хотелось бы рассказать трагикомическую историю из сферы жилищно-коммунального хозяйства города Уфы. На прошлой неделе в издании про Уфа вышла такая статья, называлась она «Гонорар успеха», и в ней рассказывалось о весьма странной схеме финансирования и взаимодействия УЖХ Кировского района и юридических служб этого же УЖХ, а также одной из юридических контор города Уфы «УОЭксперт». Напомню вкратце, что выяснилась такая странная схема, когда за совершенный экономический для подобной организации гонорар в восемь с половиной миллионов УЖХ Кировского района нанимает фирму собственного сотрудника господина Рахматуллина Айдара Фатовича для защиты собственных интересов, а потом еще через суд выплачивает ему эту сумму 7-8 миллионов рублей, что, собственно, для организации, которые в долгах, как в шелках, более чем существенная сумма. очень странная история. Эксперты говорят, что вовсе не надо было нанимать никакой фирмы для того, чтобы защищать интересы, особенно на фоне того, что УЖХ обладало не просто собственным юристом, а целым юридическим отделом, который возглавлял этот самый Рахматуллин. Но я рассказываю об этом не для того, чтобы пересказать содержание статьи издания про УФУ, а для того, чтобы рассказать о том, что ситуация эта оказалась системной. И вот эта история с гонораром в 7 миллионов для вот этого замечательного правового агентства «Эксперт» оказывается, была не единичной. На прошлой неделе к нам обратился руководитель одной из управляющих компаний, работающей и работающей сейчас в Кировском районе города УФы, а именно управляющей компанией «Жилсервис». Так вот, ее директор Равшан Дюмеев, поведал нам, что оказывается, подобная схема поставлена на поток. Оказывается, судебных разбирательств с участием вот этого ООО «Эксперт», которого владеет руководитель юридического отдела УЖХ Кировского района, было более 300. Оказывается, объем вознаграждений, которые выплатила УЖХ Кировского района только за 2017 год вот этому ООО «Эксперт», превысила 10 миллионов рублей. А самое забавное, что руководивший в процессе вот этих историй УЖХ Кировского района Эльвир Нурдавлятов перешел на повышение в Советский район, теперь он глава Советского района, заместив там выбывшего в политическое пространство Урала Кельсинбаева, а схема не разрушилась, схема осталась, и схема продолжает работать. Уже в конце 2018 года, когда Эльвир Нурдавлятов благополучно ушел на повышение, господин Рахматуллин остался работать в УЖХ Кировского района, также осталась работать там эта фирма «Эксперт». В конце 2018 года состоялось некое разбирательство дела в арбитражном суде между УЖХ Кировского района и управляющей компанией жилсервис господина Дюмеева, и вот в процессе этого разбирательства в адрес управляющей компании поступил точно такой же иск, как и в истории, описанной в издании про Уфа, но на меньшую сумму на 100 тысяч рублей. Этот иск выставлен за судебные издержки УЖХ Кировского района, которое оно якобы понесло при участии господина Рахматуллина. Получается, что господин Рахматуллин, будучи руководителем ООО «Эксперт», одновременно будучи руководителем юридического отдела УЖХ Кировского района, получает деньги в качестве зарплаты УЖХ Кировского района и подозревая, что приличную зарплату, а также он получает вот эти немыслимые гонорары через систему договоров, которые налажены между УЖХ Кировского района и ООО «Эксперт». Вся эта схема очень сильно попахивает отмыванием денег. Я не берусь утверждать, но предполагаю об этом, потому что, во-первых, суммы гонораров абсолютно немыслимы для заведения, для учреждения уровня УЖХ Кировского района. Это уже десятки миллионов рублей получается. Абсолютно непонятно, зачем дублировать функции при наличии собственного юридического отдела нанимать стороннюю фирму, но принадлежащую руководителю юридического отдела. Очень сильно это похоже на отмывание и изъятие денег из оборота. Особенно гнусно это выглядит на фоне того, что все управления жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и Кировского района, все эти структуры находятся в очень плачевном состоянии. Им всегда не хватает денег. У них вечно недовыполнены объемы, неисполнены обязательства и так далее. Они в долгах как в шелках. Жилищно-коммунальная сфера города Уфы по итогам прошлого года задолжала 2,5 миллиарда рублей поставщикам и подрядчикам. И на этом фоне десятки миллионов рублей УЖХ Кировского района в состоянии выплачивать за юридические услуги. Но как минимум бред, а как максимум преступления. Я полагаю, отчетливо полагаю, что вот именно этой ситуации, именно роли в этой ситуации господина Нурдавлятова, роли в этой ситуации господина Рахматулина должны заинтересоваться правоохранительные органы. На эту ситуацию должен обратить пристальное внимание мэр Уфы Мустафин, потому что вполне возможно, что подобная схема отмывки и вывода денег из жилищно-коммунального хозяйства является системой. А если это так, то это существенный вред и опасность для всей системы города Уфы. Дорогие подписчики и зрители, вы хотели позитивных новостей и у нас их есть. 14 февраля в Уфу приезжает Стас Белковский, мой товарищ, надеюсь, что друг, и он выступит с лекцией, в которой будут затронуты аспекты федеральной конструкции, суверенитета Республики Башкортостан. Эта лекция будет посвящена надвигающемуся на нас 100-летию образования Республики Башкортостан. Будет очень интересно, будет познавательно. Стас человек феноменального интеллекта и памяти, человек, способный говорить на очень многие темы, человек, действительно, разбирающийся во многих процессах. Я всех приглашаю на это мероприятие. Мероприятие, безусловно, платное, потому что процессы дорогостоящие, и Стаса нужно перемещать в пространстве и оплачивать проезды и гостиницы, и гонорары, но я вас уверяю, что деньги, которые будут заплачены за этот билет, точно окупятся отличным времяпровождением, знаниями и общением с интересным человеком. мероприятие состоится 14 февраля в 7 часов вечера в гостинице «Уралтау». Это еще совсем недавно гостиница «Атола» на улице Гоголя. Телефон указан в афише, мы эту афишу показываем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова